приветствую всех зрителей моего канала это снова июль сегодня отправляюсь на знакомый карьер в надежде встретить что-нибудь достойное наконец-то испытать ружье свое новое на приличной рыбе залез в воду прозрачность как всегда отличная это уже радует по сравнению с речками на которых я бывал это просто морская видимость поэтому с большим удовольствием начинаю проныривать и просматривать знакомые места заглядываем под кустики в надежде найти достойного карася но пока карася мало и он не очень крупный переплывая к другой точке охоты попадают в такую просто гигантскую и очень красивую стаю уклейки просто завораживающее зрелище останавливаюсь и начинаю снимать наблюдая при этом потому что рядом может находиться достойный хищник который сопровождает эту стаю в надежде тоже полакомиться этой рыбкой поэтому не спешу уплывать от нее и всматриваюсь вдаль в надежде что где-то мелькнет хищный оскал щуки или крупного окуня размер рыбы конечно не очень большой видел я здесь уклейку и покрупнее но количество конечно радует хищник явно не голодает подождал поснимал хищник сегодня наверное где-то в другом месте а может уже отдыхает после утренней охоты поэтому никого здесь не увидел плыву дальше но зрелище конечно очень впечатляющее подплываю к очередным затопленным кустам вижу одиночного карасика выплываю из этого куста и вижу на чистой воде гуляет еще один карась решаю взять его с дальней дистанции относительно дальней для этого ружья стреляю попадаю гарпун как мне показалось ушел немного вниз на пару сантиметров от точки куда я целился поэтому нужно сделать корректировку следующий раз когда буду стрелять плыву дальше снова попадается стая уклейки не знаю с чем от связано такое ее количество и почему она стайная до этого таких стоя не наблюдал ну все меняется конечно а вот здесь на дне увидел такую странную аномалию можно сказать какая-то красная пелена такая стоит таком земном разломе что это и почему так не знаю под кустиками попадаются мелкие щуки хороших щукарей здесь что-то не наблюдается видимо они все-таки на глубине стоят хотя щука любит стоять в траве под берегом но не знаю здесь крупной щукой пока встречаться не приходилось только весной вот видел одну хорошую но мелкий карась попадается регулярно затопленных кустах не так много конечно но есть в очередном таком хорошем месте явно карасином увидел только щуку карасей тоже мало видимо они с прогревом воды распределились по всей толще воды им уютнее на глубине хотя в такие солнечные денечки очень приятно я думаю было бы погреться на солнышке на мели в травке но видимо у нас разные с карасем вкусы а сазанах я вообще здесь ничего не знаю поэтому встречи с ними довольно редки пронырял я конечно и глубину но там вообще все очень грустно кроме мелочи ничего не увидел и вообще практически все коряги метров наверно до пяти были пустые ну или мелкая плотва гуляла возвратился снова ближе к берегу вот здесь по границе с глубиной гуляют карасики которые при опасности сразу прячется почему-то в траву они в глубину уходят поэтому ищем их там но карась как я сказал уже подался мне не очень крупный вот здесь все таки в таком красивом месте упал полежал и увидел такую гуляющую очень большую стаю плотвы тоже задержался пытаясь среди этой гуляющий рыбий масса увидеть что-то покрупнее снова надеялся на хищников которые возможно стояли где-то рядом ну а возможно и какая-нибудь мирная рыба лещ или сазан тоже захотели бы прогуляться с этой стаи плотвы и вышли бы на меня к сожалению и в этой стае мне ничего увидеть не удалось и я вернулся снова к затопленным кустам здесь я искал карасика я его нашел кстати но к сожалению вот момент отключилась камера и выстрел по второму карасю снять не удалось поэтому на этой охоте было два выстрела и два карася но заснять удалось только одного ну в конце как обычно проверил свой любимый завал тоже он немножко меняется и к сожалению не в лучшую сторону ветки отгнивают он немножко становится ниже и видимо хорошая рыба перестает сюда заходить плотва еще здесь но может быть просто время я выбрал не очень удачный когда крупной рыбы здесь не было вот такой выезд получился в середине июля хорошая прозрачная вода теплая солнце но по рыбе к сожалению не очень хорошо самолеты сегодня что-то разлетались прошу прощения за посторонние шумы в некоторых местах видео но не спасают никакие окна подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте комментарии